Канарские острова, Майорка, может быть, солнечная Барселона или столица, оживлённый Мадрид. Если верить бывшему депутату Верховной Рады Украины, карту Испании сейчас внимательно изучает Пётр Порошенко с вполне конкретной целью. Хочет уехать, вернее, бежать на Пиренеи. Корни этих слухов, опять же, по словам Олейника, в украинской таможенной службе и СБУ. Якобы в январе президент уже отправил в Испанию два самолёта. Не пустых, разумеется, а с деньгами и некими художественными ценностями. В случае с последними точного списка нет, зато в открытом доступе информация об автомобилях Порошенко. У него самого Мерседес, у супруги Ягуар, плюс арендованный БМВ и Рейндж-Ровер. Есть даже катер. При желании всё это можно без особых проблем упаковать в самолёт. Например, в транспортный Ан-124. Да и над тем, где жить, ломать голову не придётся. Украинские СМИ пишут, у Порошенко уже есть недвижимость на испанской земле. Где именно, выяснял Артём Потёмин. Артём, приветствую. Добрый вечер. Говорят, вилла с бассейном? Да, пожалуй, не с одним. Ведь что скрывается под крышей столь шикарного имения, остаётся только гадать. Залитые солнцем южные побережья Испании. Высокие пальмы и лёгкий ветерок с моря. Провинция Малага. Городок Аталая из Дабе. Состоятельные. Спокойные соседи. Голливудские актёры. В перемешку с именитыми спортсменами и бизнесменами. Видимо, так с недавнего времени президент Украины Пётр Порошенко представляет себе свой заслуженный отдых. 26 соток земли. На них двухэтажный дом в средиземноморском стиле, общей площадью 1254 квадратных метра. Внушительный бассейн на заднем дворе. Риэлторы оценивают эту недвижимость в 4 миллиона евро. Оформлено поместье не лично на президента, а на принадлежащую ему компанию Ferruvita SL. Возможно, поэтому Порошенко и не стал указывать испанский дом в личной декларации. В том, что у Порошенко нашли виллу в Испании, здесь ничего удивительного. Было бы удивительно, если бы её там не нашли. Украинская элита, она компрадорская элита. Она понимает, что она разваливает собственную страну и её цене успеть убежать под облок. Тревогу о том, что президент готовит себе пути к отступлению, завел бывший депутат Верховной Рады, а ныне правозащитник Владимир Олейник. По его словам, в январе этого года в Испанию из Украины вылетели два чартерных рейса с грузом в официальных документах, значившемся как дипломатический. Никогда МИД Украины не отправлял дипломатический багаж в любую страну, а тут в Испанию чартером. Бюджет не позволяет. Сопровождал груз один из работников охраны Порошенко до Испании. Он понимает, что могут перекрыть и офшоры, и наложить арест на любые счета. Поэтому наличка всегда есть наличка. Кроме того, по информации Олейника, груз до самолетов доставляли на инкассаторских машинах. А внутри объемных контейнеров скрывались предметы искусства, ювелирные украшения и пачки купюр. Запасы на черный день. По весу, наши партнеры, которые работают в этих службах, говорят, что один самолет перевозил около 50 миллионов долларов. Власть слаба как никогда. Порошенко ничего не контролирует. На Украине радикалы распоясались до нельзя. Ни в одном нормальном государстве в центре Европы не может происходить такого, чтобы кучка зарвавшихся радикалов блокировала железнодорожные пути. И власть при этом ничего не могла сделать. Испанию в качестве запасного аэродрома Порошенко, видимо, присматривал уже давно. Нынешний посол Украины в королевстве Анатолий Щерба, давний товарищ президента в Мадриде. Как официальный представитель незалежной, он трудился с 2006 по 2012. А в прошлом году глава государства вновь вернул дипломата на прежнее место работы. Возможно, с расчетом на то, что доверенный человек и в изгнании пригодится. Но, предугадывают эксперты, Испания не единственное место, где Порошенко сможет найти себе приют в случае очередного госпереворота на Украине. Исходя из того, что этот человек, который зарекомендовал себя как такой последовательный сторонник Запада, то вполне возможно, что ему найдут какую-нибудь должность доцента в каком-нибудь американском университете. На своей испанской вилле, судя по рассказам соседей, Порошенко пока бывает редко. Вырвется на пару дней и снова за работу. Ведет себя скромно, был замечен в местной аптеке, однако от общения отказался. Сам сел за руль Порше и поспешил скрыться. Сколько еще самолетов с так называемыми дипломатическими грузами президент успеет отправить в Испанию, в общем-то не так уж важно. Главное для него самого не пропустить момент, когда еще можно будет уехать самому, пускай и налегке, не обремененным объемными контейнерами. Артем, пойдемте на том, куда может сбежать и уже готовится сбежать Петр Порошенко.